Бориса Чертока называли патриархом российской космонавтики и еще при жизни. В истории покорения космоса он действительно фигура легендарная. В мае 45-го, в свои 33 года, артиллерист Борис Черток расписался на стене Рейхстага. А уже осенью ему поручили в побежденной Германии разыскать немецких ракетостроителей и собрать данные о самом грозном оружии Третьего Рейха – ракете «Фау». Там и произошла судьбоносная встреча с главным конструктором Сергеем Королевым, правой рукой которого и стал Борис Черток. Уже в октябре 47-го года сумели пустить первую баллистическую управляемую ракету дальнего действия. Это был первый, в общем-то, конечно, настоящий пуск. И вот она, старушка, с которой все начиналось. Вехи истории и его жизни. Первая ракета «Эр-1», первый искусственный спутник Земли, первая ракета с атомным боезарядом, полет первого человека в космос. Желаю вам доброго полета! Поехали! Если бы сейчас положили, значит, на полигоне где-нибудь корабль «Восток», и все современные главные сели бы, посмотрели на него, никто бы ни за что не проголосовал пускать такой ненадежный корабль. Я, который тоже подписал документ, что у меня все в порядке, гарантирую безопасность полета, сегодня я бы никогда этого не подписал. Мы получили огромный опыт и поняли, как сильно мы действительно рисковали. Главный конструктор Сергей Королев ценил своего заместителя. Он умел решать сверхзадачи, при этом оставаясь в тени, как один из самых секретных конструкторов систем управления ракетной техникой. Из тени Борис Чертог вышел в конце 90-х, когда написал книгу «Ракеты и люди». Четырехтомник Чертога стал энциклопедией космонавтики не только для специалистов. Академика стали называть совестью космической эпохи. Конечно, мы допускали ошибки, но и эти ошибки сказались потом. В том смысле, что это уже, я не скажу, что ошибка создателей ракетно-космической техники, это ошибка всего. Моего поколения, которое допустило развал великой державы Советского Союза. Борис Чертог жил работой и на работе. Приезжал домой в два ночи, чтобы в 8 утра опять быть в КБ РКК «Энергия». Именно Чертогу Америка должна поставить памятник. В далеком 45-м ему было поручено взять в плен известного конструктора немецкой, а позднее американской ракетной техники фон Брауна. Борис Чертог сказал, что не успел. Фон Браун уехал в США и спустя десятилетия отправил человека на Луну. В последние десятилетия жизни к работе прибавились лекции, встречи, конференции и традиционные ежегодные академические чтения в Бауманке, где каждый раз Чертог удивлял всех нестандартностью мышления, иногда и резкими высказываниями. Хочу сказать, что американские, российские и всякие прочие проекты марсианских экспедиций по сравнению с этим китайским проектом представляются мелкими любительскими сотрясениями воздуха. В истории человечества вообще и в истории науки и техники личность играет огромную роль. С этим надо считаться. Коллектив – вещь необходимая. На коллектив должен возглавляться личностью, не безликим менеджером, а человеком творческим, инициативным, энтузиастом, для которого конечная цель, как создание чего-то нового, в целом, для человечества и для своей страны – это главное, а не обогащение свое лично и своих родных, друзей, знакомых и так далее. До столетнего юбилея Борис Евсеевич не дожил всего два с половиной месяца. В конце жизни его часто просили вспомнить прошлое, а он думал о будущем. В 21 веке уникальность планеты Земля во всей обозримой Вселенной должна быть осознана человечеством для объединения усилий всех ведущих государств и народов с целью ее сохранения. Человек разумный – явление совершенно исключительное во всей нашей обозримой Вселенной. Студия Роскосмос. Вести.